связность смотрите когда мы закрываем проезд по какому-то мосту или проезд через какой-то перекресток конечно нам хотелось бы чтобы несмотря на перекрытие все равно можно было попасть из данной точки в любую другую вот эта идея формализуется в теории графов в концепции связности скажем что вершина графа же связана с вершиной в если в графе же есть у в маршрут то есть из у можно по ребрам добраться до в теперь понятно почему мы приняли такую условную такую договоренность что каждая вершина образует маршрут нулевой длины это нужно для того чтобы каждая вершина была связана сама с собой поскольку у нас есть маршрут нулевой длины то мы можем считать что каждая вершина связана сама с собой ну вот заметим еще что если существует ув путь то конечно существует и в у путь мы через некоторое время будем говорить в отношениях пока еще соответственно логия не наведена ну вот в терминах теории отношений первое свойство что вершина связана сама с собой это означает рефлексивность а второе свойство означает симметричность мы к этому еще вернемся но пока это не так важно значит если вершина у связана с вершиной в это вершина в связана с вершиной у третье свойство если у связано с в а в связано с дубль в то можно приписать к в маршруту в дубль в маршрут и таким образом получается что у и дубль в тоже связано вот опять на языке теории отношения это означает что отношение связанности транзитивно граф называется связанным если все его вершины связаны то есть каждая вершина связана с любой другой то есть это значит что существует путь из любой вершины в любую другую вершину вот до этого момента на всех наших примеров на всех рисунках были изображены связанные графы конечно бывает и не связанные графы понятно их тоже легко нарисовать что происходит случай когда граф не связи ну вот если кто-то смотрел фильм темный рыцарь 3 про бэтмена там злодеи взорвали все мосты городе готэм и центр города который расположен на острове стал недоступен для жителей которые хотели бы попасть туда извне то есть город распался на части но скажем жители которые живут на этом острове все еще могут попасть в любую точку на этом острове то есть соответствующий под граф кусок исходного графа остается остается связано вот такие связанные куски большого графа называется его компонентами связанности более точно пусть у меня есть граф же его связанный под граф же штрих называется компонентной связанности если между вершинами которые лежат в этой компоненте и не лежат в этой компоненте маршрутов нет графе же то есть под граф связан из любой вершины этого под графа можно попасть любую другую вершину этого под графа но нельзя попасть в никакую другую вершину графа же вот вот наш рисунок который уже много раз появлялся но теперь к нему добавлены еще некоторые вершины и ребра и получилось граф получился граф в котором три компонентной связанности я их цветом здесь выделил есть синенькая компонента так которую мы уже много раз анализировали есть красненькая компонента вот эта вершина в 7 с петлю е7 и есть зелененькая компонента я надеюсь это тоже видно зеленый хуже на экране смотрится это просто вершина в 6 без всяких ребер вот красный зеленая компонента имеет ровно одну вершину вот такие вершины которые образуют одну отдельную компоненту связанности называется изолированными ну понятно слово изолированный само себя объясняет значит в эти вершины попасть нельзя из них выйти тоже нельзя вот вот маленькое упражнение вот нарисован граф это один граф нарисовал вся эта картинка представляет из себя один граф вот посчитайте сколько у него компонент связанности сколько у него кратных ребер сколько у него петель